А теперь подробнее об этих и других новостях. Театр начинается с вешалки, а тёплый свитер с пихорских нитей. История производства текстильной продукции в посёлке Жилино берёт своё начало с 1995 года. За это время предприятия признали не только отечественные компании, но и зарубежные. От запада до востока, от юга до севера. География покупателей пихорских нитей обширна. Причём клиенты фабрики – не только российские компании. Достаточно хорошая доля продаж идёт у нас на Белоруссию. Достаточно хорошая доля продаж у нас идёт на Казахстан. Ну и точно так же другие берут. И Прибалтика берёт, есть Канада. Есть у нас ещё ко всему покупатели в Германии, покупатели во Франции. На текстильной фабрике представлено около 150 наименований пряжи – верблюжья шерсть или акрил. Нити изготавливают как из натуральных материалов, так и неорганических. Это вот трикотажная пряжа, которая выпускается вот на таких бобинах. И наши потребители – это тоже промышленные предприятия, трикотажные фабрики, которые вяжут уже на своих вязаных машинах те изделия, которые мы покупаем в магазинах. На современном оборудовании волокно сначала вытягивают, чтобы оно стало ровным. Затем идут процессы очистки, разделения и скручивания нитей. Готовые мотки для ручного вязания отправляют в крупные сетевые магазины. Для русского человека пряжа всегда являлась чем-то большим для того, чтобы радовать своих близких, родных, создавая те продукты, те цвета, шапочки, шарфы, которые мы с детства помним ходили. Конечно же, эти традиции передаются с поколения в поколение. Поэтому пряжа в России будет всегда востребована. Чтобы передавать знания об искусстве вязания было удобнее, на фабрике производят небольшие мотки для детей. Нити используют на уроках технологии и мастер-классах.